Здравствуйте, Вячеслав Владимирович! Здравствуй, Олег! В последнее время у нас очень много крознь записать видео про бессонницу. Что это и как с этим бороться? Бессонница – это на самом деле очень сложное понятие, и причин у бессонницы может быть очень много, самых разных. Но есть и нечто общее, что объединяет все эти расстройства сна. И, может быть, есть смысл поговорить об этих общих свойствах для всех людей. Я знаю, что в бессоннице мучаются очень многие, и мои пациенты тоже, и те, кто страдают неврозами, и те, кто страдают зависимостями и пытаются преодолеть зависимости. Да и вообще у человека даже среди психического здоровья кажущегося может развиться бессонница, и он может несколько ночей подряд быть не в состоянии заснуть. Бессонница представляет опасность именно тогда, когда она становится стойкой, когда человек из ночи в ночь ею мучается. Вот тогда наступают такие процессы перевозбуждения, декомпенсации, которые могут вылиться в какие-то очень серьезные проблемы. Иногда даже до развития и неврозов, и даже психозов. Поэтому, конечно, человеку нужно обязательно научиться налаживать свой сон. Но есть какие-то, как я уже сказал, общие причины для расстройства сна. Мы состоим из тела и души. И когда человек ночью спит, то в этом участвуют и тело, и душа. Наше тело должно успокоиться. Наши органы чувств, они должны испытывать так называемый режим тишины, чтобы человека ничто не беспокоило. Никаких внешних раздражений. Мы как бы специально это и делаем. Мы выключаем свет, мы закрываем глаза, мы избавляемся от всех источников звука. Мы ложимся под одеяло. И мы создаем для себя даже тепловой режим такой, чтобы не чувствовать разницы между собой и окружающим воздухом. Так же, как в утробе матери. Там ребенок абсолютно спокоен, потому что он не чувствует разницы между температурой своего тела и температурой окружающей среды. И тогда ребенок развивается благополучно. Единственное, что здесь выбивается из этого температурного режима, это наша голова. И когда несколько лет назад я задался этой проблемой, я даже попробовал подставить эксперимент. Я поизучал историю этой проблемы и выяснил, что оказывается наши предки, даже крестьяне, не спали без головных уборов. Есть такое понятие ночной колпак. Такая декоративная вещь, казалось бы. Да, там они украшаются помпончиком, каким-то таким шариком. И это такое удел аристократии. Наверное, мы где-то научились этому в Европе. Да нет, это оказывается общечеловеческая практика. Мы должны для своей головы тоже создать режим благоприятный, комфортный, температурный. И наш мозговой череп, он должен находиться в тепле, для того, чтобы человек был спокоен. Чтобы его головной мозг, кора головного мозга тоже успокоилась. И поэтому я начал рекомендовать своим пациентам головные уборы. Трикотажная или шестяная шапочка вязаная. Ну, такая, чтобы она не раздражала кожу. И оказывается, это очень эффективное средство для засыпания. Я сам на себе это пробовал, и это, оказывается, работает. Вот когда бессонница, это работает. Если у тебя нет проблем с засыпанием, ну, ты без этого уснешь. А вот когда бессонница, это помогает. Поэтому я рекомендую свое тело успокаивать этим. Чтобы наша голова, она тоже чувствовала себя, как в утробе матери, а не торчала снаружи, из-под дела. Но при этом воздух должен быть прохладным. Да, воздух должен быть прохладным. Мы должны дышать воздухом свежим. Мы должны свою комнатную температуру сделать такой, чтобы нам было хорошо. Температура внешней среды каждым человеком воспринимается по-разному. Это зависит от его моральной регуляции. И даже от возраста. Поэтому одному хорошо при 18 градусах, другому при 24. И здесь человек должен настраивать свою температуру. Но температура тела человека 36,6. Поэтому мы должны максимально обеспечить себе эту температуру и одеялом, и головным убором. Ну, я уже сказал, что нужно все внешние раздражители исключить. Ну, и самое-то главное, самая, что ли, такая серьезная причина бессонницы – это состояние души человека. Вот у тебя бывает бессонница? Нет. Я счастливый человек, похоже. Да, ну, это хорошо, это радует. А вообще, когда у человека бессонница, он ведь не просто лежит глазами в потолок и ни о чем не думает. В том-то и дело, что он думает. И вот здесь как раз человек обнаруживает, что его ум ему не принадлежит. Он вообще не хозяин своего ума. Он не может остановить свои собственные мысли. Ну, это и есть, да. Там его интеллектуальная машина разгоняется с такой скоростью и с такой интенсивностью, что он там калейдоскопически меняются все образы, представления, мысли, которые всплывают у него из памяти, переживания из прошлого, начинает его настойчиво досаждать человека. Но меня это и уносит в сон. Я от этого, по-моему, и засыпаю. Нет, вот если у тебя нет бессонницы, ты можешь от этого уснуть. Человек не может не думать, когда он засыпает. Он обязательно о чем-то думает. Вот в этот период, пока он засыпает, он может на какой-то мысли, на вершине ее где-то и заснуть. А вот если бессонница, то тогда эти мысли не останавливаются. И тогда они завладевают сознанием человека. И они сами по себе, уже без всяких внешних раздражителей, являются причиной бессонницы. И о чем человек думает? Вот о чем он думает, когда он не спит? А он думает либо о будущем, которого нет, либо нет в природе. А человек переживает такой мысленный натиск мощный, который заставляет его уноситься в будущее и строить какие-то представления о том, что будет, если вдруг. Это чисто невротический тип мышления. И он навязанный, это не без участия ближайшего к нам духовного окружения. Если человек предоставлен сам себе, то он оказывается под демоническим воздействием. И задача бесов — это вывести человека из состояния равновесия, не дать ему уснуть, чтобы он расстроился, чтобы он пришел в расстройство. И поэтому, если человек ничего не делает, не сопротивляется никак этому, то тогда он будет либо в будущем переживать все те мрачные сценарии, которые будут перед ним разворачиваться. Он будет бояться своего будущего. Либо он будет уноситься в прошлое, которого тоже нет, но картины из прошлого будут всплывать одна за другой. И все они будут какого-то тоже мрачного содержания. Человек будет разочаровываться в том, как он себя вел. Надо было не так, надо было вот так, я что-то упустил. И он будет заниматься вот таким самоедством по поводу своего прошлого. И он сам вырваться из этой виртуальной реальности не в состоянии. Он сам-то лежит здесь, в кровати. Тело-то его здесь, а его души здесь нет. Душа его путешествует. Ум его с его мышлением, памятью, воображением, его чувства и даже его воля. Потому что человек может вскакивать в кровати, с кровати и бегать по квартире. Из угла в угол. От такого натиска мыслей и чувств, которые он переживает. Поэтому, вот я как врач, который занимается нравственно-ориентированной психотерапией, я первым делом рекомендую своим пациентам управлять своей душой. Мы должны учиться управлять своей природой. Мы должны своей личностью подниматься над своей природой. И сами решать, где мы находимся. В прошлом, настоящем или в будущем. Вот для того, чтобы у меня не было проблем с моим прошлым и с моим будущим, чтобы я мог планировать свое будущее и правильно относиться к тому, что было со мной в прошлом, я должен как можно больше находиться в настоящем моменте. Вот в текущем моменте. Особенно ночью. Вот именно ночью требует от меня того, чтобы я свою душу уложил туда, где находится мое тело. И единственным и универсальным приемом для этого является молитва. Ну так жили все люди. Всегда. И не только наши православные предки, но так даже жили и живут язычники. А вот для людей, для которых Бог и вообще духовность являются отвлеченным понятием каким-то, и они этим не пользуются, потому что они считают, что этого нет, то тогда они вынуждены оказываться жертвами вот этой стихии, которая на них наваливается по ночам. Да и не только по ночам. Мы знаем, что если человек заболел неврозом, то то же самое с ним будет происходить и днем, и вечером, и утром. А кстати, вот для людей, которые неверующие, далеки от этого всего, но им рекомендуют медитацию, слушать какую-то там медитативную музыку и так далее. Это же как, это типа молитва их, и им это помогает порой. Ну, вы знаете, когда человек начинает молиться, он входит на территорию духовного мира. Он входит в духовную реальность, а эта территория небезопасная. Вот те, кто ему не дают уснуть, они тоже находятся в духовной реальности. И человек может обращаться за помощью либо к Богу, либо к Ним. И наше обращение к Богу должно быть обязательно адресным. Мы должны призывать именно Его. Он ждет от нас этого. И поэтому Он и говорит нам в Третьей заповеди, «Не упоминайте имени Господа Бога твоего напрасно». «Не упоминай имени Господа Бога твоего напрасно». Оно должно быть произнесено обязательно адресно и с соответствующим отношением к адресату, к которому мы обращаемся. Тогда мы будем получать пользу от своей духовной жизни. А вот если наша духовная жизнь представляет из себя безадресную медитацию, то тогда первое, с кем мы встречаемся в духовной реальности, — это бесы. И они готовы нам помочь уснуть. Лишь бы только мы не обращались к Богу, чтобы мы в следующий раз снова обратились к Ним и находились в общении с Ними. Поэтому медитация — это очень опасная духовная практика оккультного свойства, которая, если и поможет человеку сейчас уснуть, то потом обязательно это отольется в какие-то более тяжелые душевные расстройства. И даже духовные расстройства человека. Так вот, мы имеем в арсенале, в своем, если мы люди верующие, мы имеем в своем арсенале самое действенное средство для успокоения своей души, а значит, для своевременного засыпания ночью — это молитва. И здесь мы можем пользоваться всеми теми молитвенными текстами, которые мы знаем. И даже мы можем молиться своими словами прямо экспромтом. Но лучше всего — это заученные наизусть какие-то молитвенные тексты. Например, псалмы. Вот мне лично и другим людям, моим пациентам, кому я это рекомендую, очень хорошо помогает 50-й псалом, 90-й псалом, 26-й псалом. Это символ веры, отче наш, Погородица Дева, радуйся, да воскреснет Бог. И здесь, что называется, молитва на всякий случай в жизни. И ты можешь пользоваться творчески, эти тексты менять, чередовать и так далее. И тогда ты будешь заниматься самым полезным для тебя делом, когда ты засыпаешь. Мы ведь должны молиться не только перед сном. Мы уже, знаете, это стало для нас таким же эмоционом, как и почистить зубы перед сном, принять душ. Надо обязательно помолиться. И очень часто это принимает такой формальный характер. Такой же формальный, как мы чистим зубы. И во время очистки зубов мы думаем о чем угодно, только не о том, чем мы занимаемся сейчас. И во время молитвы то же самое может происходить. И тогда мы пользы от нее не получаем. Мы не успеваем воспитать свою ночь своим молитвенным правилом. Но вот когда мы легли спать, и когда мы находимся в темноте, в тишине, головой на подушке, под одеялом, еще, может быть, с головным убором каким-то на голове, вот тогда у нас появляется самое благоприятное время и даже место для того, чтобы молиться. Никто не мешает, торопиться некуда. И мы можем спокойно разговаривать с Богом, с источником своей жизни, с источником всех благ. И, значит, с источником нашего благополучного сна, безмятежного, мирного, которого мы просим в своих молитвах. Вот этим нужно пользоваться. И делать это нужно регулярно. Ну и, конечно, если подходить еще более серьезно к проблемам бессонницы и заниматься налаживанием своей духовной и душевной жизни, то тогда нам нужно вести полноценную церковную жизнь и приступать вовремя к таинствам, особенно к таинству исповеди. Потому что нас терзают по ночам наши нераскаянные грехи. И это бывает так. Мы переживаем их неосознанно и не можем успокоиться никак. Поэтому нам нужно вовремя очищать свою совесть от греха. Давайте поговорим о снотворных. Начинать нужно обязательно с препаратов растительного происхождения. То есть все-таки прибегать к этим? Это не противопоказано. Пожалуйста, если у тебя вечернее и ночное возбуждение становится явлением хроническим, то можно использовать седативные препараты. И здесь сейчас целый арсенал средств, даже аптечных. Там много всяких успокоительных сборов сейчас продается, прямо для заваривания как пакетики чая. Есть таблетированные препараты, есть сейчас экстракты очень хорошие, валерьяны, такие как Дормиплант, например. Есть, часто рекламируют и люди этим пользуются. Комбинированный растительный препарат Валимедин, который, правда, там содержит какой-то, по-моему, химический компонент, предлагает еще Персен как успокоительное средство. Но все-таки это должно быть таким вспомогательным моментом, который больше устраняет какие-то вторичные такие вегетативные расстройства у человека. И прибегать к снотворным препаратам синтетическим, транквилизаторам или еще каким-то там барбитуратам, это нужно только тогда, когда своему здоровью и жизни что-то очень серьезно угрожает. Когда у тебя какое-то серьезное расстройство нервно-психическое, которое невозможно отрегулировать какими-то другими средствами. Тогда нужно обращаться к врачу и, может быть, даже в условиях стационара выспаться медикаментозно. Но это только в экстренных случаях. Спасибо за беседу. Да, на здоровье. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»